Меня часто спрашивают, есть ли настоящая зима в Японии, чтобы морозы, со снегом, сугробы и прочее. Так вот, скажу я вам, есть. Вы видите, что я нахожусь на горнолыжной базе на Хоккайдо в поселке Несеко. Там такая метель, что совершенно было не слышно, что я говорю, поэтому голос местами записываю отдельно. Несеко считается самым популярным в Японии горнолыжным курортом и одним из самых известных в мире. Сюда приезжают иностранцы из Австралии, Европы, много русских. Я когда ходил по улицам, то чаще видел иностранцев, чем японцев. А это учесть, что границы сейчас закрыты. Видимо, приезжают резиденты. И как раз говоря о том, есть ли в Японии вот такая настоящая зима со снегом, с сугробами, всеми вот этими вот морозами. Есть. Япония небольшая страна, но она очень протяженная. И, например, на Окинаве даже зимой где-то плюс 15, и снег в принципе не идет. А вот на северных территориях типа Хоккайдо холодно. Вы слышите, какой ветер? Что ж, давайте поговорим о зиме в Японии. Многие видят мою жизнь в Токио и недоумевают, а где же снег? В Токио его почти нет. Даже сейчас, когда я делаю это видео, 27 декабря в Токио днем 8 градусов тепла. И если вдруг выпадет снег, то это будет прям событие. Японцы толпой будут снимать один маленький сугробик. Вот это вот место Нисеко, где мы сейчас находимся, это ехать примерно 3-4 часа от Саппоро на машине, либо на поезде, можно на автобусе добраться. Но если мы говорим про сам Саппоро, про центр по сути Хоккайдо, то там тоже зимой идет снег. Вы можете посмотреть кадры, которые я приложу, сами убедиться. Но зима в Японии есть и еще какая. Хоккайдо – это северные территории Японии. Хоть здесь и не бывает морозов по минус 60, но все равно холодно и очень много снега. Вот возьмем, к примеру, Саппоро, столицу Хоккайдо. Тут зимой температура редко опускается ниже минус 10 градусов. При этом, как мне сказали сами жители этого региона, постоянно идет снег и город заваливает. Еще меня удивило, что практически никто не ходит в шапках или не носит перчатки. На ногах тоже у многих просто кроссовки, причем встречаются даже с короткими носками. Видимо, жители знают, что сильнее, скорее всего, не похолодает и носит не особо теплую одежду. Если посмотреть на такое количество снега, которое я увидел сегодня, его много даже по меркам России. Потому что, если жить, например, в Москве либо в Санкт-Петербурге, то там не бывает таких метелей, редко бывают такие сильные снегопады. Поэтому, если сравнить зимы в России и Японии, то надо сравнивать именно определенные какие-то территории, определенные области, а не просто говорить, вот здесь есть зима, а здесь нет зимы. Кстати, друзья, в такой холод хочется согреться. В компании Икивами вы можете приобрести 100% натуральное какао без добавок, настоящий горячий шоколад, а также вкуснейший японский чай прямо с плантации Японии. Для чая мы разработали красивые подарочные упаковки на 3 и 5 сортов чая. Порадуйте себя, друзей и близких. Продукция Икивами будет потрясающим подарком на Новый год. Приобрести нашу продукцию вы можете как на нашем официальном сайте, так и в популярных маркетплейсах. Валберис, Озон, Сдек Маркет, Яндекс.Маркет и других. Весь чай уже находится в Москве, а доставку мы осуществляем по всему миру. Ссылки есть в описании. Японии спустился с горы вниз, потому что здесь хотя бы поменьше ветер, поменьше метель и можно нормально поговорить, а тебя не будет сдувать. Так вот, говоря о зиме в Японии, если вы смотрели мои видео, которые я снимал в прошлом году, вернее в этом году, в январе, когда ездил в Шимоне, то там тоже был довольно сильный снег, было прохладно, поэтому территорий в Японии, где идет снег, где вот прям наваливает огромные сугробы, метели и так далее, хватает. Если вы знаете такую область, как Тойама, оттуда еще часто возят подержанные машины в Россию, японские, то там есть такой туннель, где по краям дороги огромные-огромные такие сугробы, пяти метровые, наверное, тоже все это есть. Ну, именно здесь, в Нисеко, где я сейчас нахожусь, считается, что выпадает самое большое количество снега за год, и больше всего здесь сугробы. Некоторые достигают 15-20 метров. Если говорить вообще о самых холодных местах в Японии, то есть такое место под названием Рикубецо. Это находится на Хоккайдо, где-то там с краю. В этом месте самый холодный день был зафиксирован в 1902 году. Было минус 41 градус. И это считается самым-самым-самым холодным днем вообще в Японии. В России, я знаю, есть Аммиакон, где, по-моему, по рекордам Гиннеса, если я не буду утверждать, может быть, я ошибаюсь, но там температура была вроде минус 72 градуса. То есть, понимаете разницу, да? Лестница с подогревом, чтобы можно было нормально спуститься и не переломать себе ноги. Потому что, если дальше он идти, опять все полностью заснеженное. В общем, друзья, если вы любите зиму, то в Японии она есть. Здесь все сезоны ярко выраженные. Если посмотрите ролики из плейлиста Хоккайдо, то увидите, какая тут осень. Яркая, красивая. И сейчас вот вы видите, какая зима. Я провел недавно на Хоккайдо 3 дня и записал много видео, которые вы увидите на канале в ближайшее время. Это и горнолыжная база Нисеко, и завод по производству виски, а также портовый город Атару. Будет много интересного. А вас я попрошу написать комментарий, поставить лайк и прожать колокольчик. Если вам нравится мое творчество. Спасибо и до встречи в следующих видео. До свидания.